У агрохолдинга Юрма новый руководитель. Птицефабрику выкупила волгоградская компания Мегамикс. Сегодня премьер-министр Чуваши Иван Моторин встретился с собственниками и обсудил перспективы развития агрохолдинга. Процесс оформления документов закончился и у руля Юрмы встал новый генеральный директор Сергей Розаев. Компания Мегамикс полностью взяла на себя обязательства по птицефабрике. На сегодняшний день проведена реорганизация в части оперативного управления и работы компании с новой командой. На сегодняшний день мы имеем результаты уже в работе. То есть объем производства мяса птицы вырос примерно на 15%. Выйти на полный цикл производства замкнутого типа нам потребуются, конечно, серьезные вложения и инвестиции. Для того, чтобы полностью уйти от закупки импортного инкубационного яйца, оно на сегодняшний день составляет почти 50%. От прежних хозяев Юрмы новым досталась неблагоприятная кредитная история, долги и сомнительная репутация. За время работы к агрохолдингу было немало претензий со стороны жителей Чубаксар и близлежащих районов по поводу неблагоприятного запаха и загрязнения окружающей среды птичьим пометом. Новое руководство намерено решить эти проблемы в ближайшее время. Менять название бренда оно не планирует. Сегодня мы благодарны компании Мегамикс, что приняло решение зайти на фабрику. И вот сегодня уже по прошествии нескольких месяцев работы виден результат. Компания стабильно работает, выплачивает зарплату, соблюдается технология производства. Люди стабильно видят стабильность в коллективе. Мы видим перспективы развития, решаются экологические проблемы данного предприятия. И я надеюсь, что 2020 год станет прорывным годом для компании Юрма. Будут решены все основные проблемы. А правительство окажется всяческую помощь новому инвестору. Отрасль птицеводства для компании Мегамикс – проект не новый. Она давно и успешно работает на этом рынке. На Юрме уже сделаны первые шаги по переработке птичьих отходов. Мы сегодня в стадии испытания, то есть мы в тестовом режиме. Мы сегодня работаем по компостированию помета, используя два цеха, которые пришлось через реконструкцию запустить, приобрести технику. И вот в тестовом режиме мы сейчас осваиваем предложенные нам ускорители компостирования, для того, чтобы получить высококлассную органику для наших фермеров, да и, собственно, для полей, которые будут задействованы в производстве Юрмы. В планах обновленная агрофирма развивать не только птицеводство, но и земледелие. Все рабочие места на фабрике сохранены, а в ближайшее время собираются создать еще 500. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.